Здравствуйте, дорогие друзья! Как я и обещал, мы с вами сейчас будем изготавливать вот такую приманку. Это, будем говорить так, вулебагер, но с предыдущего фильма вы уже знаете, что я его немножечко вяжу по-другому, используя тот же самый принцип построения стримера, но немножечко по-другому. Мы с вами сейчас, ну, давайте посмотрим, с какого тут мне будет удобнее меха. Ну, давайте возьмем, опять же, вот мой сиреневый. Нам понадобится с вами клей, я уже неоднократно вам показывал, какой я использую. Нам понадобится свинец, нам понадобится вот, или же с набором, вернее, которые продаются отдельно, разные, или же вот как у меня имеются вот такие всевозможные наборы, в которых я уже могу себе по оттенку подбирать. Ну, и, понятное дело, я буду использовать крючок номер 4 фирмы Джексон, потому что просили изготовить на крючках, где жало подогнуто. Ну, а как вот сейчас вы все увидите. Вот камера передает у нас, как вы видите, загиб вот этот. Ну, и имеются зубчики для того, чтобы приманка, которая на крючке будет, или там червячок, или что, не слазила. Это вот не для нахлоста. Нам понадобится, я беру бусинку, значит, бусинка латунная. Диаметр, сейчас я вам скажу, какой. Значит, да, это 4,5. Ну, для такой величины крючка вы уже сами посмотрите. Нет у вас, допустим, латунной бусинки. Ну, возьмите, используйте, допустим, пластмассовую. Но тогда необходимо дополнительно хорошо еще делать огрузку. Так как условия были мне поставлены, что будут изготавливаться для спиннинга. Ну, и пошли дальше. Что нам нужно еще? Свинец я вам показывал. И как здесь вот желательно, чтобы не было ни ступенек, ни неровностей, которые возникают из-за намотки, допустим, свинца, и последующей стыковки шарика, хвостика и всего, чтобы было тело у нас более-менее ровненькое. Я обычно всегда стараюсь вот сделать... Сейчас давайте я буду показывать, а потом вы уже определитесь, подходит вам мой метод или нет. Я оставляю вот буквально здесь 5 миллиметров для того, чтобы можно было крепить до загиба мне хвостик. Промазываю клеем и начинаю удерживая край свинца. Можно ротари крутить, как вам будет удобно. Ну, мне удобнее и гораздо быстрее вот так. Почему? Потому что камера у меня находится, друзья, буквально в 10 сантиметрах. Поэтому мне не всегда удобно выполнять съемку и вязать стримера или там другие приманки. Отрезаю на косую, чтобы не было ступенек. Ну и хотите, ногатками, хотите, вот как я, ножницами подогнули край нашего свинца и промазываю. Я не... Можно прокрутить вот так дальше, пока еще клей не схватился. И нашу бусинку... В нашу бусинку загнать свинец. Так как вот Роман Мозер делал или, допустим, как я, некоторые приманки тоже делал так. Но я специально оставляю вот эти полтора миллиметра расстояние для того, чтобы, когда я буду производить намотку пером, вот эта толстая ость, которая имеется в пере, чтобы можно было спокойно намотать и здесь не было вот того бугра, который обычно получается. Ну, вот как вы видите, здесь очень хороший и качественный переход. То есть нет этой толстой жирной шеи. Все, это готово. Промазываем теперь еще немножечко клеем нашу приманочку. Нитка у меня ровница 6.0. Специально для 6.8.0. Для стримеров я ее использую. Ну, или, допустим, я для того, чтобы... Не жалко, у меня ее много. Для того, чтобы подровнять и выровнять то тело, которое я потом буду изготавливать. Пока клей у нас не схватился, я беру щепотку меха. Ну, чтобы вам было видно, приблизительно не делайте чересчур вот такой вот там вот жирный кусок, потому что не будет игры. Это нам для окуня. Вот приблизительно я перекрутил и по толщине, как я говорю, где-то примерно спичка. Отрезали и теперь мы подбираем ту длину, которая нам необходима. Она должна быть чуть-чуть больше длины самого крючка цевья. Ну, даже не полторы, а 1,25 длины. Вот. Сделали вот такую кисточку. Теперь я опять беру клей, потому что потом я буду подравнивать все, чтобы 10 раз не мотать по одному месту. Я делаю капельку там, где буду крепить мех. И, как я уже вам неоднократно показывал, вот беру мех и вот так буквально вытираю клей, который я сюда взял. И особенность изготовления. Я беру его так, одеваю как бы мех на цевьё крючка. Как вы видите, нитка очень-очень у меня идёт свободно, я её не затягиваю. А вот ровно один оборот я сделал как бы накид. И потом, чтобы не утянуло мех, я опускаю, вот тяну вниз. Видите, мех у меня даже близко никуда не уходит. И теперь я уже могу спокойно подравнивать, подтягивать мой мех для того, чтобы его уже хорошо закрепить. И вы видите, что у меня вот ровненькая площадочка, получается, моего тела, на котором мы будем вязать дальше нашу приманочку. Здесь можно использовать, я уже показывал неоднократно, и вот такой у меня имеется вот люрекс. Я использую вот такой голографический. Он отливает, ну, скажу честно, вроде бы как здесь тёмный, как вы видите, вот рыжий. А когда с мехом, он ведёт себя уже немножко по непонятке, цвет идёт. То есть он как бы сливается с оттенком основным нашей приманки и больше уже отдаёт и зелёного, ну, и других оттенков. Вот теперь смотрите, видите, я положил, и он вроде бы как и зелёный. Слегка как бы длиннее должны быть сами, сам люрекс. Чуть-чуть длиннее. Подводим к месту крепления нашего меха. Вот как я раз подкинул, второй раз беру, переламываю мой люрекс и увожу, допустим, там или ближнюю, или дальнюю сторону, слева или справа от меха. Также отрезал, беру с другой стороны, также закрепляю. Мы должны с вами его сделать хорошо блестящим для того, чтобы рыба видела. Но, опять же, стараемся не переборщить, потому что не всегда большое количество блестящего элемента привлекает рыбу, иногда даже отпугивает. Ну, и теперь спокойненько мы с вами можем вот взять и подровнять, закрыть наш свинец. Так как мы будем использовать с вами чёрное перо для опушки, можно использовать и жёлтое, можно использовать и оранжевое. Какого оттенка вы захотите, но дело в том, что рыбалка будет происходить больше в светлое время суток. Поэтому я стараюсь вот, чтобы у меня приманка имела, ну, будем говорить так, более спрятанный такой вариант. Вот, как бы не сильно выделялось, но в то же время привлекало хищника. Теперь, что нужно? Необходимо, вот буквально я здесь беру, разделяю моё цевьё, на котором сделано у меня тело, я его разделяю на четыре части, и буквально четвёртая часть, может быть, чуть-чуть больше, чем четвёртая часть, я делаю тело из вот такого даббинга. Он, это флюоресцентный, рыжий, оранжевый такой оттенок, который будет хорошо создавать точку атаки. Не ленимся, плотно наматываем, я наклей, можно наклей, но я наклей в данный момент это садить не буду, потому что сама нитка крепкая, и потом уже отодрать просто невозможно вот этот люрекс. Если вот были такие ошибки, вот как много намотал, или там ещё по каким-либо причинам, то возникали сложности потом это всё размотать. Вот беру два пёрышка чёрных, они шлямпного типа, перо, и складываю их вместе и отрываю кончики. Жалко их, как говорится, здесь заматывать, потому что они у меня потом пойдут на комариков. Подготавливаем перо. Следим за тем, чтобы они у нас всё время были вместе и сложены. Ну вот приблизительно. Немножко будет неудобно с двумя перьями работать, но это себя оправдывает. Вот приблизительно выйдет у вас вот такая непонятка. Я так проматываю и подламываю остатки этого пера и его наоборот. Теперь что? Мне вот эта уже толстая нитка не нужна, потому что я здесь сам себе намотаю жирную шею. Чтобы этого не было, я сейчас убираю эту нитку и закреплю нитку, которая значительно тоньше. Ну и опять же, если у меня будет вдруг нитка влазить поверх моего материала, она будет опять же привлекать хищника. Это также морковка оранжевой, флюоресцентная нитка. Я здесь её закреплю, пока не отрезаем ничего лишнего и складываем наше перо. Но пока не наматываем, проверяем, подходит оно или нет. Подходит отлично, всё хорошо. Я теперь просто беру, вот у меня здесь должно быть тёмное тело. Как говорится, по голой нитке мы мотать не будем. Я беру, вот у меня имеется вот такой мех писца или, допустим, у вас будет кролика. И я нащипаю определённое количество вот с него меха. И сразу его на нитку годится. Теперь берём даббинг, у меня имеется рыжего оттенка. Вот такого он близкий. Можно чёрный, но я использую этот. И слегка-слегка вот беру, вот так добавляю к нитке. Без всяких там преувеличений. Так как, честно скажу, он не сильно и будет пробиваться через тело. И скручиваю против часовой стрелочки для того, чтобы потом намотать. Увлажнил я пальцы и увожу бородки пера, чтобы они мне не мешали. Можно у кого есть ротори использовать, но я делаю так. Так, главное закрыть вот место, где у нас была нитка. И чтобы не было у нас ступенек в переходе между оранжевым и чёрным телом. Всё, теперь мы увлажняем пальцы, берём наши перья. Отводим. Так, смотрим, где изгиб пера. Можно ёршик этот мотать, если вам удобно, чтобы бородки шли к самому, допустим, колечку. Можно от колечка, но это уже как кому будет удобно. Это не столь принципиально. И вот такими ступенечками стараемся. Буквально через два миллиметра я делаю отступление и мотаю перо. Плотно, потому что оно у нас должно играть в воде. И подходим мы к нашему, к нашей бусинке. Ну и здесь уже, как говорится, вступают в роль руховые перья. Я их специально, многие выбрасывают. Я не выбрасываю, потому что они достаточно хорошо работают в воде. И, скажу откровенно, стример не так быстро придёт к разрушению, пока это перо не выщипают. Оно прослужит очень-очень долго. Два-три оборота я делаю ниткой возле бусинки. Пока ничего здесь не подравниваю. Дальше увлажняю пальцы. Беру иголку с клеем, куда я её уже всунул. Сейчас мы найдём. Так. Вот. И делаю вот такую операцию. Увлажнив пальцы, я увожу полностью всё перо от колечка. И перевожу свою нитку. Поправил. Беру иголочку свою с клеем. И промазываю нитку. Хорошо. Ну, без фанатизма. Но хорошо. И здесь я уже стараюсь хорошо, качественно, как бы впихнуть мой клей между бусинкой и пером. Этим мы с вами закрепим и бусинку, и перо. У нас бусинка не будет крутиться. И в то же время перо будет хорошо закреплено. Так. Проверим, чтобы не подтянуло у нас здесь ничего лишнего. Отрезаем нашу нитку. Пока не трогаем, я сделаю небольшую паузу. Необходимо подождать, пока клей высохнет, чтобы потом аккуратненько срезать перо. Подождали. Клей у нас хорошо подхватил. Теперь я зафиксирую тиски, так, чтобы мне было удобно. И будем обрезать наши перышки. Значит, как я обычно беру, и вот стараюсь ость пера вот таким движением, потому что ножницами не выйдет. Достаточно здесь толстая ость пера. и ее. Вот. И теперь, как вы видите, вот остаются. Ну, я в данный момент не сохраняю, потому что у меня и так уже здесь три ведра этих отходов. Я выбрасываю. С них можно изготовить маленький стримерочек. Ну, и теперь смотрите сами. Вот я взял для вас немножечко, вот так увлажнил, чтобы было видно нашу шею и наш стример. Вот он вышел. Вот такой у нас красавчик. Хорошо у нас здесь просматривается и точка атаки. Вот достаточно. И в то же время его величина для, вот как вы видите, если взять перо, оно нормально, хорошо у нас закрывает. Так что используйте. Я думаю, рыба оценит наш стример. Благодарю вас за внимание, друзья мои. До следующих встреч. Будут вопросы, пишите сразу на почту, потому что YouTube не очень корректно. все ваши сообщения мне отображает. А тем более тот, кто не подписан на канал, те я могу видеть, но ответить не могу на ваши, допустим, замечания там или просьбы, которые вы пишете. Лучше уж сразу мне пишите на почту. Еще раз благодарю за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok